Казанский университет В 2010 году университет был преобразован в Казанский федеральный университет, который объединил 7 вузов Татарстана. В результате объединения в КФУ вошли два крупнейших педагогических вуза Татарстана – Татарский государственный педагогический университет и Елабужский педагогический университет. После присоединения двух специализированных педагогических вузов Казанский федеральный университет стал одним из трех крупнейших в России центров по подготовке учителей. Более 10 тысяч учителей ежегодно проходят повышение квалификации в Приволжском межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования на базе Казанского федерального университета. Сегодня КФУ является одним из немногих российских вузов, где представлены все уровни подготовки учителей по всем предметам современной школы. Около 50 тысяч студентов, из которых более 10 тысяч будущие педагоги, обучаются в университете. Только в этом году подготовлены для системы образования 1975 педагогов и школьных психологов. Высокое качество обучения позволяет привлекать лучших абитуриентов на программы педагогического образования. Несмотря на достаточно сложную ситуацию в связи с пандемией, средний конкурс на промежуточном этапе приемной кампании 2020 года составляет более 9 заявлений на одно место. По сути, можно говорить о том, что Казанский федеральный университет реализует на практике концепцию сопровождения образовательными услугами человека с раннего детства и до глубокой старости. Модель школьного университетского партнерства КФУ позволила вывести два лицея университета, лицея имени Лобачевского и IT-лицея интернатного типа, число 100 лучших в России. Здесь учатся дети с 7 по 11 класс. С 1 сентября этого года в составе Казанского федерального университета появляется своя университетская средняя общеобразовательная школа в Елабуге. Дети здесь будут обучаться с 1 по 11 классы. В текущем же году появляется у КФУ и свой собственный детский сад, который станет первым в стране университетским центром работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Лицей, школа и детский сад являются площадками трансферотехнологии, где будущим учителям-педагогам предоставляется возможность на практике использовать результаты самых современных научных исследований в этой области. Детский университет Казанского федерального университета ведет свои бесплатные занятия для детей младших классов средней школы. Отделения детского университета работают в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. Дом научной коллаборации будет введен в эксплуатацию с 1 сентября. Это центр детского дополнительного образования в Елабуге, который создается на средство федерального гранта, выданного на реализацию направления «Успех каждого ребенка» – национального проекта образования. На базе Казанского федерального университета проводятся занятия с представителями старшего возраста. Университет третьего возраста открывает свои двери всем, кому знание в любом возрасте не помеха. Ключевая особенность собственной модели педагогического образования КФУ заключается в соединении преимуществ классического и педагогического университетов при подготовке учителей. Это особенно важно в свете того, что специализированных педагогических университетов в мире почти нет, поэтому модель КФУ более близка и вызывает большой интерес у зарубежных коллег. Казанский федеральный университет целенаправленно выстраивает долгосрочные стратегические отношения в глобальном научно-образовательном пространстве, в том числе и в области педагогики. Журнал Казанского федерального университета образования и саморазвития играет не последнюю роль, так как является одним из ведущих российских научных изданий в области образования. Журнал активно интегрируется в международную научную жизнь, с 2018 года индексируется в реферативной базе данных «Скопус». Средактором журнала является британский ученый Ник Ражби. В 10-й раз в 2019 году прошел ежегодный международный фестиваль школьных учителей в Елабуге, который собирает участников со всего мира. Более 500 ученых и учителей практиков из разных регионов России и зарубежья собираются вместе. Уникальность фестиваля заключена в неформальном стиле организации, обсуждении самых креативных идей и технологий школьной практики, активных дискуссий между учителями, учеными и администраторами образования. Международный форум ИФТ всегда проходил в очном формате с участием более 800 ученых и педагогов из 45 стран. В период пандемии прошел в онлайн-формате с виртуальным подключением участников. Интерес к форуму не только не уменьшился, но даже значительно возрос, судя по числу подключений. Более 26 тысяч участников посетили его площадки. Виртуальный международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2020 стал одним из самых крупнейших в мире в условиях пандемии. К уникальным подходам в области педагогической науки и практическим решениям в российском образовательном процессе проявляется интерес все большего количества зарубежных ученых. Не случайно в 2019 году команда Казанского федерального университета, возглавляемая ректором Ильшатом Гафуровым, была приглашена на крупнейшую в мире конференцию по педагогическому образованию вера в столице Японии – Токио. Такие уникальные успехи на международном уровне не могли не быть замечены и в собственной стране. Казанский федеральный университет получил высокую оценку ведущей в России научной организации в области образования Российской академии образования. В 2016 году в КФУ был создан специализированный научно-исследовательский центр РАО, а в 2019 году ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был избран членом Российской академии образования. Университет обладает собственным телевизионным каналом «Универ ТВ», значительную долю вещания которого занимают образовательные и научно-популярные программы для школьников и студентов. Телеканал транслируется в кабельных сетях и не только Татарстана, но и других регионов Российской Федерации. Цифровизация пронизывает практически весь образовательный процесс КФУ. Проверку качественного и количественного уровня цифровизации в КФУ провела пандемия. Университет плавно и без проблем вошел на дистант, обеспечив высокое качество образовательного процесса для студентов. Идет очень плотное сотрудничество в этом направлении с корпорацией Microsoft. Надо отметить, что пандемия устроила нешуточную проверку университета не только на возможности организации дистанционного образования, но также и на готовность университета предпринять экстренные меры превентивного характера в целях недопущения массового распространения заражения. Серьезное влияние на ситуацию оказало решение ректора организовывать раздачу продуктовых наборов, оставшимся жить в общежитиях университета студентам и работа зоны обсервации, проживанием и трехразовым питанием для тех, кто контактировал или мог контактировать с зараженными. Временное трудоустройство студентов в целях минимизации посторонних нежелательных контактов также позволило снизить возможные риски в этом плане. В борьбе с коронавирусом сильно помог фактор и наличие у университета собственной клиники, где проходили тестирование на COVID-19 студенты и сотрудники КФУ. Современные образовательные программы, технологии дистанционной поддержки учителей, высококвалифицированные преподаватели, новейшие лаборатории и учебное оборудование, инфраструктура университета способствуют созданию идеальных условий для регулярного и качественного обновления профессиональных компетенций действующих учителей. Это оказывает позитивное влияние на повышение качества школьного образования в регионе, являющегося одним из лучших в России. Субтитры создавал DimaTorzok